Музыка Рабочую неделю губернатор начал с поездки в Ногайбахский район. Глава региона оценил качество строительства нового птичника в поселке Балканы. После запуска всех девяти площадок в магазинной области поступит на 50 тысяч тонн больше куриного мяса. А в подразделении ММК в Агаповке губернатор показывает современные печи для обжига известняка и доломита. У предприятия хватает денег на обновление техники, на защиту окружающей среды и хорошую зарплату. Зарплата у нас растет. Зарплата, я считаю, нормальная. Для женщин, вот как я работаю, нормальная зарплата. Ну и работа, соответственно, все-таки есть у нас участки такие тяжелые и оплачивают хорошо. После знакомства с производством общение с рабочими. Хотелось бы знать, какие выводы на областном уровне были сделаны и что планируется делать в случае повторения кризиса. Губернатор в ответ объясняет, что второй волны кризиса в России не будет, а область твердо стоит на ногах. Иностранных инвесторов привлекаем, и нашим даем поддержку, чтобы они развивались. Вот эти же все проекты в сельском хозяйстве, они же только при поддержке области идут. Иначе никак. Больше всего людей волнует, как изменится жизнь на селе в ближайшие годы. Выясняется, перемены к лучшему ожидаются очень большие. 3-4 миллиарда, но наше село это просто оценит и заметит сразу. Это можно будет, а еще плюс областных денег добавить. Огромный объем работ провести на селе. Это на селе можно будет провести объем работ такой, как за предыдущие 20 лет. Во вторник становится известно о том, что с 11 декабря в Челябинском аэропорту начинает действовать так называемый «зеленый коридор». Время паспортного контроля и таможенного досмотра для пассажиров сократится до нескольких минут. Смею вам доложить, с 11 декабря «зеленый коридор» в Челябинске будет введен. Решение принято в результате договоренности между губернатором Челябинской области Михаилом Юрьевичем и руководством таможенной службы. Это в разы сократит длительность досмотра. Уменьшится и время паспортного контроля. Плюс было принято решение правительством области приобрести 5 дополнительных кабин паспортного контроля. Они приобретены, сейчас устанавливаются и мы получим на прилете вместо 4 кабин 6 и на вылете вместо 3 кабин 5. Это еще один стимул для увеличения пассажиропотока через Челябинский аэропорт. Ведь не секрет, что многих туристов раздражала именно длительность прохождения границы. Сегодня эта преграда снята. Всего несколько лет назад пассажиропоток в нашем аэропорту был где-то от 300 до 400 тысяч пассажиров. То в этом году будет почти 900, а в следующем году больше миллиона пассажиров. В среду глава региона отправляется в Ашум. Здесь его ждут на металлургическом заводе. На предприятии считают дни до начала масштабной реконструкции. Уже в декабре в электроплавильном цехе поставят суперсовременный прокатный стан. За счет установки нового оборудования и соответственно ввод новых мощностей мы планируем расширить сортамент выпускаемых марок столей, ну и соответственно расширить рынок сбыта. Разговор о планах продолжается на встрече с работниками предприятия. Михаил Валерьевич, скажите пожалуйста, каковы ваши планы как губернатора на ближайший год, а если можно и на перспективу? Нам надо сохранить рост промышленности. То есть в этом году рост промышленности, ну наверное будет 6% по итогам года. Может быть 5,5%. Конечно нам надо, но в целом страна вырастет на 4%. Это хороший показатель. Встреча с губернатором, по словам работников, заметно приободрила коллектив. Если, как нас заверил губернатор, что России кризис не должен коснуться, то я считаю, что с учетом того, как развивается наше предприятие, мы должны жить только с каждым днем лучше. Глава региона сообщает, в ближайший год в Аше построят новый детский сад. Кроме того, пора приниматься за возведение международного горнолыжного курорта. Природные условия более чем подходящие. Программа уже есть. Программа по созданию горнолыжного курорта мирового уровня, просто мирового уровня. Не просто горы, где можно на выходные поехать покататься, а именно курорта, где будет много трасс, где будет создана инфраструктура. Я считаю, что для города Аши и вообще для всего Ашинского района создание курорта одного из самых серьезных в стране это будет в будущем большим подспорьем. В четверг Михаил Юрьевич работает в Челябинске. Глава региона встречается с семьями военнослужащих, погибших в горячих точках. Полковнику Кислову Сергею Александровичу присвоено посмертное название Героя Российской Федерации. Десятки имен и пробирающие до слез истории. Со словами поддержки и благодарности губернатор обращается к родственникам защитников. Ваши сыновья защищали целостность нашей страны, защищали экономику, защищали тех людей, которые могут жить и работать в мирной стране, в мирное время, в спокойной обстановке. Всем матерям и женам оказали материальную помощь. А чтобы увековечить подвиг их сыновей и мужей, решено открыть у Вечного огня отдельную аллею славы. Малозаметный, но тяжелый труд – воспитывать детей в многодетной семье. Накануне Всероссийского праздника, Дня матери, в резиденции главы региона 14 женщин получают поздравления и награждаются знаками почета. В этом году День матери отмечается 27 ноября. Ольга Дрозд воспитала 9 детей. Всегда учила быть добрыми и помогать друг другу, вспоминает женщина. В 19 лет я работала водителем троллейбуса, то в первую, то во вторую смену. Там старше уже подрастали детишки, и получается, что если меня дома нет, то старшие могут за младшими посмотреть. Рука, качающая колыбель, управляет миром. Известное выражение процитировал глава региона и добавил – дети – это будущее Челябинской области. Их поддержка – главная задача для властей. Челябинской области и муниципальная власть, и региональная власть старается сделать все возможное, чтобы наши дети получили хорошее образование, имели возможность заниматься спортом, лечиться. И чтобы каждый ребенок, неважно в какой семье он родился, имел возможность стать успешным человеком в жизни. Сразу после окончания церемонии многодетные мамы сфотографировались с губернатором на память.